Бельгийская овчарка Малинуа встречает студенческий десант. Четвероногий боец с опытом первым делом показывает, на что способен. С полуслова выполняет команды напарника, безошибочно определяет, в каком из трёх ящиков спрятан мешочек с запрещенным веществом. За каждым движением бельгийской овчарки студенты наблюдают затаив дыхание. Ребятам показали сразу три служебные собаки, и у каждой своё назначение. Например, охотничий спаниель – боец с покладистым характером. Но при этом азартный разведчик, обладает выдающимся чутьём и развитой интуицией. Другое дело его коллега по службе – немецкая овчарка, способна отражать атаки злоумышленников, охранять территорию и своего хозяина. Убери собаку! Многие из ребят впервые воочию увидели, как работает кинологическая служба ОМВД России по Ульяновской области. И всё благодаря акции «Студенческий десант». Для молодёжи – это возможность познакомиться с профессией полицейского изнутри, и для правоохранителей – шанс пополнить штат перспективными специалистами. Наша цель – это профориентация. Профориентация, может быть, не обязательно именно в систему МВД России, может быть, и другие правоохранительные органы, для того, чтобы студенты, выпускники понимали, чем занимаются конкретно мы, чтобы у них сформировалось представление о нашей службе. Представление о службе появилось в музее Симбирско-Ульяновской полиции. Это вторая остановка студенческого десанта. Экскурсию начали с исторического зала. Раритетные фотографии, документы, формы сотрудников внутренних дел прошлых лет – это лишь малая часть экспозиции. Общее впечатление порождает желание окунуться в профессию с головой. Это отметили студенты спустя всего 10-15 минут экскурсии. Мои родители работают в этой сфере, и мне всегда было очень интересно попробовать себя на их месте. И мне очень сильно нравится вообще правоохранительная деятельность, даже то же самое по фильмам, очень захватывающе. Там у них происходят мероприятия, хочется служить закону. Интерактивный зал музея захватил внимание студентов быстрее, чем самый зрелищный боевик. Девушки оказались отважнее и первыми решили показать свою меткость. В зале установлен экран с приставкой, напоминающей Дэнди. Только вместо джойстика – аналог настоящего оружия полицейского. Стрелять можно как по статичным мишеням, так и повысить уровень сложности. Целиться в движущие объекты. Нравится мне вся эта сфера. Я рассматриваю пока на данный момент на скоропрактика, и я пока рассматриваю прокуратуру. Думаю по поводу той сферы, но сейчас очень много предложений, очень много таких мероприятий у нас происходит. Вчера мы были в ГИБДД Ульянской области, позавчера мы были на Меликесской МВД. Возможность посетить правоохранительные органы, работающие по разным направлениям, дают студенту право выбора, по какому пути следовать после выпуска из вуза или колледжа, с каким подразделением связать карьеру. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Улл. Правда. ТВ.